Всем привет! Продолжаем мы знакомиться с потрясающей линейкой бренда Ксерджов. Линейка у нас называется Coffee Break. В прошлом году до России доехал первый аромат из этой линейки, Golden Dalach. Он стал моментально практически моим любимцем именно на прохладное время года. То есть я кайфовала от него зимой. Он, конечно, чарующий, поражающий томностью своего звучания, такой глубокий, такой окутывающий. А вот в этом году, буквально вчера, до нас доехала и я взяла второй аромат из этой линейки. И это у нас Golden Mokka. Сразу скажу, что два аромата по настроению, по звучанию абсолютно разные. Несмотря на то, что оба вошли в кофейную линейку, даже на кофейная нота здесь очень разнится. Я не буду долго останавливаться на Golden Dalach. Я немножечко в конце скажу про него. Я уже сразу сказала, что разные по звучанию ароматы, все-таки нам больше интересна новинка. А Golden Mokka, как я и сказала, то есть в кофейную линейку он вошел. И это такое яркое, абсолютно итальянское начало, которое разливается звучанием цитрусового сока и по ощущениям сияющим теплым солнцем, вот итальянским солнцем. То есть здесь мы ощущаем с самого начала такую сладость красного апельсина, сочного мандарина. И все это у нас обыграно пряной свежестью цедры лимона. Вы знаете, вот эта начальная мелодия дарит целую гамму эмоций и чувств. И рождает очень много ассоциаций. Не зря я с самого начала сказала, что начало итальянское. Вот именно с Италией проходит такая четкая-четкая ассоциация. Дальше у нас в сердце мы видим кофейные ноты. И вот сейчас о них я хочу немножечко более подробно сказать. Как я сразу сказала, что кофейные оттенки в двух ароматах разные. И здесь у нас именно сорт мокко. Вы знаете, если вы будете искать вот в Golden Mokko тот ароматный кофе, вот этих обжаренных кофейных зерен, которые мы знаем из жизни, вы здесь навряд ли найдете. Скорее, наверное, это все-таки к Далаху ближе. Здесь у нас мокко, а он отличается своими оттенками. Вообще у мокко у нас какие нюансы? Он обладает такими нюансами кардамона, корицы, орехов, сухофруктов, изюма. Можно почувствовать капельку шоколада. И вот этот сорт мокко у нас чаще всего можно описать как острый и пряный. И вот именно вот эта часть, острая, пряная, ароматная, кофейная, лучше всего обыграна вообще, вот и представлена. Вот кофе у нас вот именно с этой стороны представлен в этой композиции. То есть кофейные зерна у нас ароматные. Не забываем, каким ароматом я уже сказала, да, вот остро-пряный, да. Но у него есть очень тонкий такой сливочно-шоколадный подтон, он здесь присутствует. И вот эта острота и пряность еще больше подчеркнута теплом специй, которые добавлены вообще в композицию аромата. Все это обрамляет у нас такая темная смесь тягучи сладковатых смол и карамельных бобов тонка. И вот они придают вот этому аромату кофе потрясающую, просто фантастическую глубину. База у нас строится на таких вот немножечко других оттенков. То есть вообще аромат у нас проходит такие некие стадии. То есть от свежего начала к такому глубокому сердцу, которое у нас более такое тягучее, более сладко-пряное, немножечко смолистое, оно постепенно начинает подсыхать. То есть аромат у нас становится суше. И вот уже выходят на первый план такие древесно-дымные, очень аккуратные, я скажу сразу, древесно-дымные нотки, бальзамическо-пряные оттенки. И к ним присоединяются зелено-травянистые нотки. Вот на зелено-травянистых нотках я хочу остановиться отдельно. Они очень хорошо ощутимы. Они придают общему звучанию, знаете, такой свеже-фужерно-древесно-цитрусовый подтон. Очень красивый. Они гасят любую сладость, которая есть в аромате. Аромат сразу скажу, что не сладкий, но по крайней мере менее сладкий, нежели голден-далах. И вот за счет вот этих зелено-травянистых ноток получается так, что звучание от сердца вот этого глубокого, такого томного, смолисто-кофейного, оно опять возвращается к изначальной свеже. То есть, понимаете, такой некий круг совершает аромат. Вообще вот это раскрытие меня, конечно, потрясло абсолютно, потому что это нечто невообразимое. Такая спираль постепенного раскрытия от начала к сердцу, к концу и как будто бы опять к началу. И он опять становится такой в конце, такой свежий, итальянский. Ну, вот этот зелено-травянистый, конечно, оттенок, он такое нечто фантастическое творит вообще с самим ароматом. Аромат у нас такой энергичный, он очень бодрящий, но при этом в нем есть какая-то вот окутывающая мягкость и дурманющая глубина. Ну и, конечно же, вот это вот раскрытие, о котором я вам сказала. Если мы говорим и чуть-чуть сравним его с голден-далах, то голден-далах у нас слаще. В нем больше каких-то, знаете, ореховых, вот кремово-ореховых оттенков. В нем очень красивый фруктовый сок. Здесь немножко другие специи, они более темные, они более теплые по ощущениям. Здесь совершенно другие оттенки кофе, то есть не пересекаются в кофейных оттенках два аромата. У него больше такое кремово-сливочное в базе, карамельное звучание и, конечно же, вот сладко-бальзамические аккорды в голден-далах, они более выражены. Но тоже потрясают, конечно, вот голден-далах глубиной и роскошью, это вот однозначно. Вот такие они разные. Смотрите, что вы больше ищите, что вы больше любите, какие кофейные оттенки предпочитаете. Поэтому знакомьтесь, я очень надеюсь, что вам понравится и вы оцените голден-мока, новиночку. Мне на самом деле прям очень легкий аромат. Может быть сейчас немножечко жарко и времени для него, я его вечером вот вчера носила, да, но вот сейчас уже, к сожалению, не за горами будет осень и настанет его время. Всем отличного настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok